Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, легализация трудовых отношений, а также обеспечение безопасности во время прохождения паводков в Чувашии обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. До сентября 2017 года в рамках третьего этапа реализации программы в Чувашии необходимо переселить 13 тысяч человек. На сегодня новое жилье получили 6,5 тысяч жителей Чувашии. По данным Министерства строительства выполнена почти половина программы. В рамках реализации третьего этапа программы предстоит расселить 2753 человека. Это 1011 квартир, практически более 36 тысяч квадратных метров. Программа реализовывается в 10 муниципальных образованиях. На совещании обсудили основные проблемы, которые тормозят выполнение программы. Это запоздалое оформление земельных участков и проектно-сметной документации, несвоевременное заключение муниципальных контрактов. Особо озабоченность властей вызывает Шумерля. Традиционно больше всего переселенцев в столице республики. Сейчас для этой категории людей строятся дома в Сосновке, на Игерском бульваре, а также в микрорайоне Соленоя. Это отставание от графика есть. Тут в первую очередь подвел нас подрядчик по разработке ПСД. Компания «Суварстройпроект». Несвоевременно предоставили проект, отстали на три месяца. После этого мы объявили торги на строительно-монтажные работы. Ну и, как уже было отмечено, вступила жалоба в антимонопольный орган. УФАС отменил торги. Сейчас недели на три мы от срока отойдем. Тем не менее, в апреле планируем заключить контракты, в конце апреля. Ну и до конца года должны эти дома построить и 275 квартир предоставить. Председатель кабинета министров Чуваши Иван Моторин отметил, что процедуры по оформлению земель и строительству жилья необходимо проводить срок, потому что это напрямую влияет на графики предоставления квартир пелесирянцам из аварийного фонда. Этот вопрос на контроле у главы Чуваши Михаила Игнатьева. Еще одна тема совещания – неформальная занятость. По данным Чувашстата, на 1 января 2016 года более 160 тысяч жителей республики трудоспособного возраста работают без оформления документов. И в целом, конечно, вот эти 162 тысячи, они приносят убыток, так скажем, бюджету в сумме 2,5 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард – это прямые трансферты федеральному фонду. И 1,5 миллиарда рублей мы рассчитываем, если бы эти граждане получали бы даже заработную плату в размере одного мрот. Министерство финансов проанализировало ситуацию на рынке труда. Были проверены 183 организации, которые получали госконтракты и инвестиции на их выполнение из республиканского бюджета. 17 предприятий выплачивали зарплаты до 5 тысяч рублей, 19 – от 5 до 10. Причем средняя зарплата в строительной отрасли Чувашии по итогам 2015 года составила 27 тысяч рублей. Торос ООО, он строил биологические очистные сооружения в поселке Ибрессия. Объем инвестиций, который он получил в прошлом году, это 8 миллионов 597 тысяч. Середняя списочная численность – ноль. И ни одного рубля не уплачено бюджет НДФЛ. Кроме того, в республике регулярно проводятся рейды по выявлению работников, которые трудятся без оформления документов. Только в Чебоксарах в феврале-марте прошли 26 совместных проверок на рынках и в торговых центрах. Выявили 277 нарушений. Однако найти нарушителей сложно. Как только узнают о рейде, торговые точки либо закрываются, либо придумывается множество отговорок. Кроме того, не всегда предприниматели реально выполняют предписания проверяющих. Не нужно наблюдать за этим, нужно обращаться на контроль надзорные органы по фактам скрытой занятости, чтобы можно было уже в рамках законодательства провести все мероприятия, в том числе и проверочные. На совещании также обсудили готовность республиканских объектов к весеннему паводку. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Чувашия готова на 100%. Потенциально опасных гидротехнических объектов нет. В местах возможного подтопления не попадают полигоны ТБО, зоны захоронения животных. Не большую опасность на данный момент представляет Сураб в районе АллатРа. Река там прибавила 11 сантиметров. В Чебоксарском водохранилище вода поднялась на 17 сантиметров. Но минусовая ночная температура тормозит, возможно, сильный паводок. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.